Круглосуточно на страже жизни и здоровья маленьких пациентов. Знаменитая детская больница имени Филатова скорректировала режим работы в условиях эпидемии, но продолжает оказывать помощь тем, кто так остро в ней нуждается. Профиль в связи с пандемией решили не менять, ведь для многих ее пациентов помощь врачей остается единственным шансом на выздоровление. Репортаж Натальи Тарасовой. Между колонн больницы припаркованы коляски. Маленьких пациентов несут на руках и ведут за руку. Легендарная Филатовская, одна из лучших детских клиник страны, продолжает работать в условиях пандемии. Мы ограничили число детей в палатах, число детей на этажах, максимально географически разделили отделение, исключили пересечение потоков. То есть то, что важно именно с точки зрения эпидемиологии, все это сделано. Здесь продолжают помогать детям в ситуациях, когда ждать нельзя. Раньше сюда с самыми сложными диагнозами приезжали со всей страны. Теперь пациентов из регионов почти нет, за исключением эксклюзивных случаев, когда помочь могут только врачи Филатовской. Для своих пациентов больница не закроется и не будет менять профиль на инфекционный. Хотя такая специфика знакома. Врачи часто имеют дело с теми же симптомами, что и в коронавирусных стационарах. Соответственно, задействуют одну и ту же аппаратуру. Маленькие дети имеют примерно такую же клинику, как больные с тяжелым течением ковид. Многие из них рождаются, в частности, недоношенные, с тем самым матовым стеклом. У них потом развивается тяжелый фиброз легких. То есть для ноонатальных реаниматологов это рутинная ситуация. Здесь новорожденные с тяжелым расстройством дыхания. Этому мальчику всего неделя. Крошечная грудная клетка поднимается и опускается. Но за его легкие и сердце работают аппараты. Темная кровь течет от ребенка, насыщается кислородом в оксигенаторе и возвращается, насыщенная кислородом, уже обратно к ребенку. К дыхательным путям у нас доступ через инкубационную трубку, которая стоит в атрофее. Даже самый горький плач звучит, как колокольчик. Врачи борются за тех, кто появился на свет раньше срока и с патологиями. Это крупнейшее в России отделение реанимации новорожденных и недоношенных детей. Девочка, ей сейчас неделя жизни. Она родилась намного раньше срока, на 25-й неделе, то есть на 3 месяца раньше. У ребенка не произошла перестройка кровообращения. Те сосуды, которые внутриутробно помогали ей жить, сейчас они ей мешают. Много крови сбрасывается в легкие, ребенку тяжело дышать. Сейчас сердце этой крохи, в которой нет и килограмма, начинает работать по-новому. Девочки без разреза груди провели операцию, после которой она быстрее и легче научится дышать самостоятельно. Хирургу нужно пройти между аорты и легочной артерии, двумя жизненно важными крупными сосудами, размеры которых у такого маленького ребенка, естественно, маленькие, и с помощью инструмента, заведенным между этими двумя сосудами, замкнуть перешейк между ними. Техника ювелирнейшая. На стенах реанимации то, что вдохновляет врачей и дает силы работать, это, как здесь называют, выпускники. Дети, которые побывали в руках специалистов, и именно отсюда сделали свои крошечные шажочки в жизнь. Наталья Тарасова, Наталья Епифанова, Владислав Карташов, ТВ-центр. Продолжение следует...